Из своих 75-ти отец Иоанн около 40 лет служит в одном из самых древних храмов Святого Белогорья – Знаменском храме Красного Кутка. И в храме, и на церковном дворе многое сделано его руками. Иоанн Макаренко был рукоположен в 1972 году. В свое время служил вместе с известным ракетянским старцем Серафимом Тяпочкиным. Своим ревностным служением снискал глубокое уважение односельчан. Ну, батюшка, дуже хорошая. За всех в конце блюдо виду даю. И на всех понимал. Мы его так любим, приходим к нему всегда. Служба такая, он, конечно, предан Богу. Мои дочеря, все, внучка маленькая, все сюда приезжают именно к нему. Это образец любви к Богу, образец служения к Богу. Пастырь, настоящий пастырь, который ведет свое стадо ко спасению. В Знаменский храм на службу к отцу Иоанну приходят не только жители Красного Кутка. Здесь часто можно встретить верующих из других сел, из Борисовки, из Белгорода. Приезжают к батюшке и жители соседней Украины. Вот и на юбилей батюшке приехали многочисленные гости. Епископ Губкинский и Роворонский Сафроний вручил отцу Иоанну орден преподобного Сергия Радонежского, которым настоятель Знаменского храма награжден указом святейшего патриарха Кирилла. А глава Борисовского района Николай Давыдов вручил юбиляру медаль за заслуги перед землей Белгородской. Это ревностный пастырь, это труженик на Ниве Христовой. И мне очень приятно и отрадно, что в нашей епархии есть такие священнослужители, которые прошли разные годы жизни Церкви. Отец Иоанн бодро полон сил, и я надеюсь, что в ближайшие годы Отец Иоанн также будет продолжать свое послушание по окормлению наших верующих и по настоятельству этого храма. Правящий архиерей Губкинской епархии в сослужении духовенства совершил в честь юбиляра благодарственный молебен. Искание Бога и вечности, это вся моя жизнь, сколько мое сознание пробудилось, вот этим я вопросом занимался. И как больше началось читать книг духовный, больше радости получал. И когда меня рукоположили, как бы Господь дал такую цель, или добиться такой цели, ну, что я получил то, что я внутренне желал. Виталий Стариков, Евгений Цапков. Новости мира Белогорье.